Здравствуйте! Я вот сейчас перед вами выступаю в качестве некого телеведущего или, может быть, журналиста. Казалось бы, в чем заключается моя работа? В том, чтобы говорить. Вы глубоко заблуждаетесь. Главная составляющая моей работы – это слушать. Слушать умных людей, а потом пересказывать вам то, что они рассказывают. Вот мне часто приходят встречаться с умными людьми, учеными. Они про разные интересные научные вещи со мной говорят. Вот в передаче «Собеседники», например, в фестивале российской науки. А бывает, мы с ними разговариваем еще, как говорится, за кадром. И вот тогда они мне рассказывают то, что в кадре, прямо скажем так сказать, отказываются, не решаются. Кажется, им это несколько уж слишком необычно, слишком сильно будет звучать. Сейчас я вам расскажу, о чем идет речь. Вот, например, биологи. Биологи, занимающиеся изучением человека. Антропология есть такая наука. Так вот, антропологи объясняют мне. Вы знаете, я вам сейчас расскажу то, говорят они, что обычно студентам мы не рассказываем. Видите ли, вот обычно раньше говорили так, что вот шел процесс эволюции биосферы. И, наконец, она достигла своей вершины. Человек появился. И впечатление такое, что эволюция биологическая с появлением вот этого человека, с появлением социума, сменилась эволюцией социальной. Ну, вот так меня, по крайней мере, учили в свое время в школе и в институте. А он говорит, нет, как бы мы этого не хотели, но эволюция биологическая человека продолжается. Тут они делают большую паузу, смотрят внимательно в глаза и добавляют следующее. А причем очень интересные свойства есть у эволюции. Она постепенно все убыстряется и убыстряется. Наивно надеется, что человечество перестанет меняться. Представляете, какая ужасная вещь на самом деле, да? То, что мы будем меняться. Совершенствоваться именно в физиологическом отношении. Ну, и желающим они приводят примеры. Эскимосов, знаете? Жители Крайнего Сефера. Там на Аляске их называют эскимосами, а вот через пролив Берингов их называют чукчами, жителями Чукотки. Это вот те самые люди. Так вот, эскимосы, они совершенно необычные люди. Если мы будем жить в тех условиях, в которых живут они, мы просто не выживем, мы умрем. Мы умрем от недостатки витамина С. И от той пищи, которой они вынуждены питаться. Они же едят в основном, что? Жир, так сказать, тюленей. Да, это их основная пища. У нас просто печень не выдержит. А у них выдерживает. И более того, их организм, вот во время этой стремительной эволюции, буквально, может быть, за 10 тысяч лет. Никак не более того. Приспособился к тому, что вырабатывает сам витамин С. Мы не умеем сами вырабатывать. Мы его получаем из растительной пищи, например. Или там из сырого мяса, да, вот такие вот вещи. Они вырабатывают сами. Представляете, как? Какая эволюция, как быстро она прошла. Это чудо. Это чудо. Ну, это чудо, скорее, положительное. То есть мы, мы, человечество, расселяемся в таких местах, где жить было невозможно. Теперь мы даже живем в околоземном космическом пространстве, правда, в космических аппаратах, но живем. А тут вот без всех космических аппаратов в безжизненной ледяной пустыне мы живем, люди. Но не такие, как мы. Они уже изменились. Ну, вообще, страшно подумать, честно говоря. Не хочется, чтобы мы менялись. Но что поделаешь, меняемся. Эволюция. Прогресс. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Эволюционизируйте на радость маме. Всех благ.